МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телеканала «Звезда». В студии работает Карина Агеева и сегодня в эфире. Интенсивное развитие Беларуси и России продолжается. Сегодня Александр Лукашенко встретился с губернатором Нижегородской области России. Отзывается болью в сердце даже через год. В Беларуси вспоминают летчиков, погибших в небе над Барановичами. Это наш герой, который честно исполнил свой воинский долг. Готовят востребованных на рынке труда специалистов. Полоцкий госуниверситет отмечает 54-летие. Мы объединяем техническое и гуманитарное образование, науку и производство, обучение, воспитание. Перейдем к подробностям. Интенсивное развитие Беларуси и России продолжается. Сегодня во Дворце независимости в Минске снова российская делегация. Александр Лукашенко встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Региональное сотрудничество налажено. Сегодня Беларусь занимает первую позицию из 145 сотрудничающих стран с Нижегородской областью. Только за прошлый год уровень товарооборота достиг 700 миллионов долларов. Тенденция сохраняется и в году текущем. Важно сегодня белорусской стороне есть, что предложить российским коллегам по всем направлениям сотрудничества. От машиностроения до легкой промышленности. Один из главных резервов к наращиванию товарооборота – санкции. В нынешних условиях вопрос номер один для экономик двух стран – импортозамещение. И здесь надо работать активнее. Не конкурировать, а кооперироваться. Запад, того не понимая, подтолкнул нас к интенсивнейшему развитию России и Беларуси. Если кто-то к нам в этом плане готов присоединиться, то они получат этот серьезный эффект. Как всегда, я говорю, нам просто надо немного времени. Потому что развернуть такую махину не так просто, потому что отраслей много, промышленность, сельское хозяйство, другие сферы огромные. Надо время, чтобы развернуться. Импортозамещение для нас очень важно с точки зрения развития. Развитие для Беларуси. Если мы пойдем вместе с Россией на это импортозамещение, то мы получим более высокие компетенции. И с учетом востребованности этого товара, особенно в нашем российском рынке, возьмите полупроводники. Мы с Путиным договорились, сколько бы это ни стоило, мы должны их производить. Может быть, чуть-чуть уровнем ниже, чем в Америке или в Японии, Корее. Но самолеты будут летать, ракеты будут летать, автомобили будут передвигаться. Мы имеем эти компетенции. Вот сели правительства, собрали в кучу то, что мы еще не разрушили и то, что у нас осталось. И давайте будем работать в этом направлении. К другим новостям. Трагедию в небе над Барановичами сегодня вспоминают в Беларуси. Ровно год назад при выполнении учебно-тренировочного полета разбились майор Андрей Нечипорчик и лейтенант Никита Куканенко. Экипаж Лицкой штурмовой авиабазы увел практически неуправляемый самолет от жилых домов. Тем самым удалось избежать жертв среди жителей Барановичей. Катапультироваться летчики не успели. Им посмертно присвоили звание Герой Беларуси. Они навсегда останутся примером мужества и самоотверженности. Никиту Куканенко не забывают на его малой родине. Сегодня в Полоцком кадетском училище, где он когда-то учился, прошел митинг. Преподаватели вспоминали о том, каким ярким, талантливым и жизнелюбивым был Никита. Учащиеся восхищались подвигом 22-летнего парня. Никита Борисович – это наш герой, который честно исполнил свой воинский долг. Уже прошел год с момента его смерти, но память о нем жива в наших сердцах до сих пор. Он служит для нас примером во многом. Пример героизма, мужества. И наше училище очень гордится тем, что у нас есть такие выпускники. Наталья Сивухина в числе почетных гостей мама Никиты Куканенко ни на секунду не забывает о сыне. Даже год спустя о потере отзывается болью в сердце. Но она находит в себе силы встречаться с кадетами и участвовать в памятных мероприятиях. Наталья особенно благодарна училищу за то, как бережно здесь хранят память о сыне. Никита Куканенко навечно зачислен в списке личного состава училища. Его имя зачитывают первым на каждой вечерней поверке. А еще в учреждении открыли экспозицию, где представлены личные вещи летчика. В новом здании на Верхнем замке это уже будет музей памяти героя Беларуси. Работа по увековечению памяти продолжается. Наш трудовой коллектив на собрании выступил с ходатайством перед администрацией города о присвоении звания героя Республики Беларусь, имени его, Положенскому и Кадетскому училищу. Открыть стелу в его память на аллее героев на Кургане Бессмертия. Плюс к этому подготовить книгу для издания. Символично, что в годовщину трагедии свой легкоатлетический забег завершил Андрей Ющенко. Ведь именно одному из летчиков Никите Куканенко новополочанину посвятил свою акцию памяти длиной в 12 дней. Возвращение спортсмена не осталось без внимания жителей города Большой нефтехимии. Встречали Андрея и мои коллеги. Последние метры самые трудные. Андрей Ющенко вбегает на центральную площадь Новополоцка. Именно отсюда 8 мая он стартовал в свой одиночный легкоатлетический забег. А сегодня его встречает учащаяся работающая молодежь города аплодисментами, восторженными возгласами и небольшими подарками. Мы хотели выразить слова благодарности, показать ребятам настоящий пример, настоящего патриота Витебской области и Республики Беларусь. О том, что простыми такими вот путями, да, как бы способами можно показать, насколько ты любишь свою страну. Вопрос от молодежи номер один. Удалось ли выполнить задуманное? Андрей признается частично. Планировал забег на 820 километров по всей Витебской области. Из-за проблем со здоровьем получилось пробежать 560. Зато в остальном все получилось. Марафон памяти Андрей Ющенко посвятил подвигу Никиты Куканенко и всем, кто прошел дорогами Великой Отечественной войны. Собойновополучанин привез впечатление от посещения мемориалов. Очень запомнилась деревня Шуневка, там мемориальный комплекс целый, где жителей местных фашистов загнали в сарай, сожгли, а маленьких детей топили в колодце просто. Также еще, там как в Рассоны, бегаешь недалеко от них, тоже холмик такой и плита стоит сожженной деревней Велье. Все эти 12 дней забега дома Андрея ждала супруга Елены, малыши Леши и Аня. Нашлось место волнению, признается молодая мама, но вера в то, что все получится, оказалась сильнее. Переживала о том, где и что будет есть. Переживала о том, не будет ли мерзнуть поначалу. Ну и днем. Достаточно было холодно, потому что погода выдалась совсем не теплая. Но твердо знала, что Андрей достигнет цели однозначно, потому что он как человек военный, он всегда решает задачи, поставленные перед собой. Конечно, гордимся своим отцом. Бег под дождем, ночевка в минусовую температуру в палатке, травма стопы. Забег стал для Андрея Ющенко настоящим испытанием. Несмотря на пережитое, новополучанин уже строит планы на будущее. Из целей завершить марафон памяти, начатый в этом году, ведь он так и не добежал до Толочина, Орши и Витебска. Андрей не сомневается, задуманно реализуется. Смогли наши деды и прадеды отстоять в страну, сможет и он. В Беларуси стали известны сроки подачи документов в высшие учебные заведения. В большинстве государственных университетов сделать это можно будет с 18 по 24 июля. А пока абитуриенты активно регистрируются на централизованное тестирование. Последний день – 1 июня. Приемные комиссии вузов уже перешли на усиленный график работы, готовой к вступительной кампании и в Полоцком госуниверситете. Здесь, к слову, находят время и на то, чтобы отметить лучших студентов и преподавателей. Повод – 54-летие вуза. Именинника поздравляли и мои коллеги. Красная ковровая дорожка – мощная группа поддержки при параде студенты и преподаватели. А это значит, в Полоцком госуниверситете проходит церемония вручения специальной премии Креница Веду. По традиции, несколько номинаций. Но имена победителей в каждой скрывают до последнего. И вот первая интрига раскрыта. Руководителем года признана Олеся Корсак. Кафедра истории и туризма я заведую с 2014 года. За этот период, конечно, я успела многое, и в том числе родить второго сына. Чем неимоверно горжусь. Мы много реализовывали, очень достаточное количество научных проектов, грантов, которые связаны с регионом, с нашим регионом, с историей Полочины, будто археология, будто этнография или военная история. Лучшие специалисты преподавателей отдельно студент года. В последней номинации победу одержала Ольга Косеевич. За коллегу по студенческой скамье Рад Павел Лобковский. Студент третьего курса факультета компьютерных наук и электроники для себя выиграл в главном. Он учится в лучшем вузе страны. Вуз я выбрал, потому что здесь были специальности, которые я хотел бы изучать. Никогда не сижу на месте. Я постоянно в каких-то мероприятиях участвую. Это спортивные, это творческие мероприятия. И неплохо успеваю по учебе. Свою минуту славы получают молодые ученые, спортсмены и ребята, проявившие себя в творчестве. Определяют на церемонии события года. В числе претендентов – фестиваль спорта сотрудников университета «Зимние каникулы». Изюминка моего события в том, что целью события является сплочение коллектива университета, что мы одна дружная большая семья и команда, которые приходят на помощь друг другу и студентам в том числе. В самом фестивале было представлено 9 видов в программе. Соответственно, каждый из преподавателей мог показать себя в отдельном виде, показать, в чем он силен. Краницоведу по традиции проходит с день рождения Половского госуниверситета. Новейшей истории вуза в этом году исполняется 54. Похвастаться ещем, среди 50 университетов Беларуси ПГУ занимает восьмую позицию. Потенциал для роста огромный. У вуза богатая история традиций, крепкая материально-техническая база, а еще в наличии высококлассные преподаватели и талантливые студенты. Половский университет – это университет, который мы называем университетом положительного единства. Мы объединяем. Мы объединяем техническое и гуманитарное образование, науку и производство, обучение, воспитание. И считаем, что именно в единстве, во взаимодействии всех сторон нашей деятельности мы сможем добиваться новых успехов и усиливать свои конкурентные преимущества. Если говорить об изменениях, то, разумеется, никаких революционных изменений мы не планируем. Любые революции – это всегда разрушение, а мы стремимся к созиданию. Поэтому Половский университет будет наращивать свои конкурентные преимущества, он будет создавать новое. В ПГУ готовят востребованных на рынке труда специалистов, а по некоторым направлениям – уникальных для всей Беларуси. Только здесь взращивают кадры для нефтехимической отрасли и трубопроводного транспорта. Вуз закрывает потребности Новополоска, а еще помогает с кадрами в Витебщине всей республики. Как показало время, выпускники Половского госуниверситета всегда со знаком качества. Нам есть повод гордиться нашим университетом, а больше всего выпускниками нашего университета, потому что очень хорошие специалисты, которые сейчас занимают должности на ведущих наших предприятиях, в органах государственного управления, были выходцы именно из этого университета. И уровень подготовки, безусловно, совершенствуется год от года, растет международное сотрудничество. Наш университет очень хорошо себя зарекомендовал на рынке международных образовательных услуг. Велопробег, тематические акции и открытие лабораторий – так масштабно Половский госуниверситет встречает 54-летие. Это праздник всех, кто здесь когда-то учился или работал, а также сегодняшних студентов и преподавателей. Ведь ПГУ – это хорошая стартовая площадка. И день рождения – отличный повод поблагодарить «Альма-Матер» за путевку в жизнь. У меня на этом все. Напомню, просмотреть наши программы можно в любое удобное время на YouTube-канале «Звязда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь, я передаю слово нашим коллегам с телекомпанией «Воен-ТВ». Вашему вниманию новости в форме. Это новости в форме. С вами Владислав Кирий. Добрый день. Год назад под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лицкой авиабазы Як-130. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. В кабине в этот день были майор Нечипорчик и лейтенант Куканенко. До последней секунды офицеры 116-й авиационной базы оставались верны своему долгу. Ценой собственных жизней они увели падающую машину от жилых домов. Замужество и героизм проявлены при исполнении воинского долга. Указом президента страны летчикам посмертно присвоено звание Герой Беларуси. Годовщине подвига телекомпания «ВНТВ» подготовила фильм «Город под нами», который можно посмотреть на сайте vntv.mil.by. В Центральном доме офицеров Вооруженных сил Беларуси в рамках Минского городского фестиваля художественного и интеллектуального творчества «Мой Минск. Моя столица. Творчество и талант украинеца» посвященного Году исторической памяти прошел интеллектуальный турнир среди учащихся 9-11 классов «Защитник Отечества». В командовании военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны проводили в запас военнослужащих батальона охраны и обслуживания, выслуживших установленные сроки срочной военной службы. За ратный труд они были награждены грамотами, ценными подарками, благодарностями. Лучшим вручены футболки мерч первого. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звязда». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин